Как разговаривать о путинской войне с Украиной, с людьми, у которых мозги промыты пропагандой? Это непростое дело, многие из вас пробовали, не всегда удачно, но сейчас я, Владимир Милов, дам вам несколько рецептов, которые могут в этом помочь. Итак, переубеждать насмотревшихся телевизора людей с имперскими взглядами непросто, но есть один важный способ, который может сработать. Это прежде всего задавание им неприятных, но очень важных вопросов, основанных на фактах. Вот у меня есть несколько таких вопросов для наших уважаемых ватников, поехали. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что сейчас могут заблокировать и ютюб, и вообще все, и с телеграм-канала вы будете узнавать важнейшие новости о том, что происходит. Итак, первый вопрос. Если Россия так права в этом конфликте, если мы боремся за правое дело, если вот против нас выступают какие-то там нацисты, бандеровцы, которые хотят убить всех русских на Донбассе. Ну, допустим на секунду, что вот это было бы так. Почему нас в этой праведной борьбе не поддерживает никто в мире? Вот это очень важный вопрос, который стараются от россиян спрятать. На днях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, то есть это вот собрание всех стран мира в ООН, состоит в 193 страны, они обсуждали этот вопрос и убедительным большинством приняли резолюцию, осуждающую, вот буквально я цитирую, российскую агрессию против Украины. Не какую-то там ограниченную военную операцию, не какой-то там российско-украинский конфликт, а вещи своими именами. Российскую агрессию против Украины. И внимание на цифры, они просто убийственные для Путина и его пропаганды. 141 страна проголосовала в поддержку этой резолюции. Это почти три четверти от стран-членов ООН. 96 стран выступили со спонсорами, соавторами этой резолюции. Это ровно половина от всех государств, которые входят в Организацию Объединенных Наций. Ну, а кто же проголосовал против? А практически никто. Кроме России, против этой резолюции ООН, осуждающей агрессию Путина против Украины, проголосовали только четыре страны. Внимание, всего четыре страны. Это Беларусь и Сирия, которые вообще, наверное, сложно даже назвать независимыми странами, потому что я думаю, что даже самые упертые имперцы понимают, что Лукашенко и Башар Асад держатся только на российских штыках. Ну, а кроме них, это только две страны, которые существуют как-то более или менее независимо от Путина. Это наша любимая с вами Северная Корея и Эритрея. Многие из вас наверняка даже не слышали про такую страну. Это небольшая, очень бедная и очень жестокая африканская диктатура. Итак, Лукашенко, Асад, Северная Корея, Эритрея и это все. Это четыре страны, которые поддержали Россию в ООН в ее агрессии против Украины. Где же, вот я хочу спросить, очень простой вопрос, который всем этим имперцам и ватникам надо задавать. Где же Китай? Где же Индия? Где же вот эти все геополитические союзники, о которых нам рассказывают из телевизора, что Россия не одна в ее священной войне против чуждых западных ценностей. Что есть там страны ОДКБ, кстати говоря, где они? Кроме Беларуси, никто из них не проголосовал в поддержку действий России. Что есть там, я не знаю, Куба, Венесуэла, Сербия, с которыми Путин очень любит обниматься по телевизору. Никто из них не проголосовал в поддержку России на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Задайте себе вопрос, а почему так? Почему Путину не удалось свою агрессию против Украины в мире никому продать? Никто не поверил. Даже те, кто все эти годы якшался с ним и изображал из себя путинских союзников, в ООН не выступили на путинской стороне. Не выступил практически никто, кроме Северной Кореи, да и Эритреи. Второй, не менее важный вопрос. А почему сама Россия не вынесла на рассмотрение ООН и ее Совета Безопасности вот эти все свои адские обвинения? Своё обоснование для начала войны с Украиной. Вот эти все рассуждения о геноциде русских в Донбассе. Почему у вас всех бомбили 8 лет? Ну, если вы так уверены, что Украина делает что-то плохое, что там действительно нацистский режим, от которого весь мир надо спасать. Ну, придите в ООН и принесите своё досье. Вот, внимание, это супер важный момент. Путинская пропаганда вам сравнивает вот эту войну против Украины с войнами в Ираке, в Афганистане, в Югославии, в Ливии. И говорит, а вот США и НАТО бомбили же другие страны. Почему, типа, мы не можем побомбить? И вот здесь очень важно остановиться и задать себе вопрос. Все вот эти истории, про которые вам будет бесконечно напоминать путинская пропаганда, они все, так или иначе, были основаны на рассмотрении этих вопросов в ООН. И очень часто на резолюциях ООН. Всегда против Саддама Хусейна, режима талибов в Афганистане, Муамара Каддафи в Ливии, Милошевича в Югославии, всегда международным сообществом принимались какие-то серьёзные резолюции. За каждой из этих историй стояло обсуждение и резолюция в ООН. Более того, многие из этих случаев Россия поддерживала международное вторжение. В 2001 году, после атак террористов на башне Близнецы в Нью-Йорке, Россия поддержала резолюцию ООН против терроризма, после которой началась американская операция в Афганистане. Ливия, 2011 год. Международная операция по предвращению жестокого расстрела Каддафи мирных демонстрантов в Бенгазии была одобрена Советом Безопасности ООН. И Россия не голосовала против. Россия тогда отказалась накладывать вето на эту резолюцию. Ирак, Югославия. Да, американцы и НАТО действовали там односторонним образом. Но, тем не менее, там были свои резолюции ООН, которые осуждали, например, Саддама Хусейна за программу по разработке оружия массового поражения. И Россия, кстати говоря, не препятствовала принятию этой резолюции. Милошевич Югославий. Там был просто ворох резолюций по поводу нарушения Сербии Белградом режимом мира на территории бывших югославских республик. По каждому этому поводу была серьезная дискуссия в ООН. И каждое такое вторжение. С ними можно соглашаться, можно нет. Но они были так или иначе подкреплены определенными резолюциями объединенных наций. Что мы видим здесь? Мы видим совершенно уникальную ситуацию. Россия озвучивает громогласные обвинения в геноциде русских на Донбассе. В нацистах, которые захватили целую огромную европейскую страну Украина. Но ничем не подкрепляет это в ООН. Более того, в течение февраля в режиме порядка ротации, там каждый месяц Совет Безопасности ООН формально возглавляет одна из его стран-членов. Россия в феврале председательствовала в Совбезе ООН. Вы могли это видеть, когда 24 февраля началась война. Экстренное заседание Совбеза ввел российский представитель в ООН. Но, тем не менее, Россия не предприняла ни одного шага для того, чтобы выйти в ООН и объяснить, почему она считает нужным начать войну. Нам сейчас любят напоминать, что американцы перед вторжением в Ирак махали в ООН каким-то там своим досье о оружии массового поражения у Саддама и Хусейна. Но так вопрос, а где сейчас ваше досье? А почему вы не пошли в ООН, чтобы рассказать всем о страшных преступлениях украинских нацистов? Вы даже не предприняли ни одного шага. Нет никакого российского досье для ООН о геноциде в Донбассе. Нет никакого проекта резолюции, который Россия бы вынесла или на Совбез, или на Генеральную Ассамблею и попыталась в мире доказать правоту своей позиции. А почему ничего этого нет? Да ответ очень простой, потому что за путинским обоснованием начала войны и нет ничего, кроме лжи и фабрикаций. Весь мир это знает, поэтому и за позицию России на Генассамблее ООН никто не голосовал, кроме Лукашенко, Ассада, Эритреи и Ким Чен Ына. Следующий неприятный для ватников и имперцев вопрос перед тем, как вторгнуться в Украину. Ну, естественно, нам пропаганда рассказывала, что мы, мирные люди, никогда никакого нападения на Украину не будет. Сейчас, как только оно произошло, там риторика на 180 градусов сменилась, это нам не в первый раз, но тем не менее, все эти певцы русского мира, они вам пели в самых разных красках, что половина Украины русскоязычная, она мечтает только вступить в Россию. И что, российских солдат будут там встречать цветами, российскими флагами, и что, вот как говорит певица Чичерина, там каждый день пекут каравайи, ожидая встречать российских солдат с хлебом с солью. Вот давайте на всех этих говорящих попугаев посмотрим. Большая часть солдатов СССР в Украине перейдет на сторону России, поскольку Россия это страна-освободитель. То есть, Сергей Александрович, вы уверены, что там с цветами будут встречать русского солдата? Да. Одесса, Харьков, Николаев, Запорожье, Херсон, Днепропетровск, там будут встречать русского солдата-освободителя с цветами, не говоря уж о Мариуполе, Славянске, Крабаторске и так далее. Абсолютно убежден, что подавляющее большинство жителей восточной и юго-восточной части Украины будут воспринимать операцию как попадительный поход российских вооруженных сил. Поскольку население исконно русских городов, которые в силу исторических причин вошли дальше во времена Советского Союза в состав Украины, это наши соотечественники, единомышленники, подвергавшиеся дискриминациям, унижениям в ходе, особенно последних восьми лет. Поэтому российскую армию в русских городах Украины будут встречать с цветами, как армию расплодительную. Ну, в целом же понятно, что Украина, как и наши, как бы, в целом там наши люди тоже живут, Одесса, всю Харьков, там, вот это, вот это. Ну, просто что вылезли там вот фашики и всех зашугали, и это понятно. Ну, с самого начала, уже давно, то есть, это не новость. Вот, понятно, что у всех уже давно портрет Путина под матрасом, и триколоры под подушкой, что все в целом готовы, каждый день пекут свежий каравай. Итак, что мы видим в реальности? В реальности мы видим, вот вы можете увидеть эти кадры на экране, это самые, что ни на есть русскоязычные города Украины. Херсон, Новая Каховка, Мелитополь, Бердянск, там минимум треть населения этнические русские и подавляющее большинство русскоязычные и говорит на русском языке. Вот это как раз та самая Новороссия, про которую нам все эти годы рассказывали путинские пропагандисты и говорили, ну, понимаете, там же люди по-русски говорят, значит, они мечтают отсоединиться от Украины и присоединиться к России. И вы видите, что происходит. А происходит следующее. Они все выходят, безоружные жители этих русскоязычных городов, вот этой самой, в понимании путинской пропаганды, самой, что ни на есть настоящей Новороссии, они выходят безоружные с украинскими флагами перед лицом вооруженных российских солдат. Не с российскими, а украинскими флагами. И здесь вот очень важный такой момент. Вам ватники и любители путинского телевидения могут сказать, что типа это все фейк. Это все специально снято украинцами и таких демонстраций не существует. А теперь, внимание, вопрос. Хорошо. А покажите нам на вот этих оккупированных территориях массовые демонстрации, где действительно люди выходили бы с российскими флагами, встречали бы российских солдат хлебом, соли, караваями, цветами или чем-то еще, о чем говорила путинская пропаганда. Хорошо. Если украинские ролики с украинскими флагами в Херсоне или в Бердянске это фейк, ну а где же там митинги и демонстрации с российскими флагами? Где же там те, кто приветствует цветами русских солдат? А вот на этот вопрос есть простой ответ. Нету этих людей там. Просто нет. Никто сейчас в этих оккупированных городах, которые понесли тяжелое разрушение от российской агрессии, много жертв, никто больше там не выйдет с российским флагом. Если я что-то придумываю, докажите мне обратное. Покажите мне митинг из центра Херсона с русскими флагами и цветы в адрес русских солдат. Нету этого. Ничего это не происходит. Вас обманули. То, что вам говорили по телевизору, оказалось враньем. Никто российскую оккупационную армию там не ждет. Вот вам в этой связи еще один очень простой пример. Вот уже две недели российская армия бешено и жестоко штурмует город Харьков, который понес огромные разрушения и невероятные жертвы от ковровых бомбардировок, которые в том числе затрагивают и жилые кварталы, обычных ни в чем не повинных людей. Ну хорошо, вам имперцы и ватники и насмотревшиеся телевизоры могут сказать, что это все украинский фейк и никто Харьков не бомбит. Но у меня в этой связи вопрос. Потому что взятие Харькова называлось ключевой целью операции по захвату Украин. Харьков такой типа русский город. Действительно, там 30% населения этнические русские. 70% говорит на русском языке как на основном. Ну вроде как. Это вот все укладывается в путинскую концепцию русского мира, который только и мечтает отсоединиться от бандеровцев и присоединиться к России. Так вот в этой связи вопрос. Две недели путинские войска пытаются Харьков взять. А где восстание в городе от всех этих русских и русскоязычных? Где российские флаги на балконах? Где местное население, которое помогает? Вот помните, как во Второй мировой войне? Это же известная история. Когда что советские войска, что американские или британские войска брали города у гитлеровцев, ну там всегда местные жители выходили им на помощь. Устраивали восстание. Такой Второй фронт. Чтобы избавиться от нацистских оккупантов, значит сбросить их и помочь все это дело освободить. Простите меня, а если Харьков такой русский? Если там все так мечтают воссоединиться с Россией? Все готовы встречать русских солдат с цветами. А где это все? Почему там никто не восстает? Против пресловутых нацистов и бандеровцев. Почему нет ни одного российского флага в окнах Харькова? Почему люди вступают добровольно в украинскую терроборону и героически две недели отстаивают город? И никакого второго фронта, никакого восстания там нет. Потому что может быть и нет никакого придуманного русского мира в Восточной Украине, о котором вам рассказывала путинская пропаганда. И в этой связи возникает следующий, крайне неприятный для путинских пропагандистов вопрос. Если Украина, которая говорит по-русски, так изнывает под гнетом нацистов и бандеровцев, то почему вот уже две недели Путин не может никуда продвинуться? Посмотрите на карту. Реально очень умеренные успехи в захвате территорий. В основном то, что вы видите на карте, это малонаселенная территория. Ни одного крупного города Путину за две недели взять не удалось. Даже его собственные пропагандисты признают, что это большая проблема. Вот вам фрагмент из эфира на Первом канале, где пропагандист Соловьев с одним из таких известных путинских экспертов-попугаев из Израиля, которого зовут Яков Кедми, и он представляется каким-то известным израильским аналитиком на российском телевидении, все время выступая с какими-то похвальбами в адрес Путина. Даже Кедми с Соловьевым в недоумении обсуждают, что как это так? Мы за две недели ничего не можем взять, и ни одного города не взяли. Если в города входить не собирались... То что? Тогда не надо было начинать операцию. Если в города входить не собирались, тогда не надо было начинать операцию. Не войдя в город, ты ничего не сделаешь. Что, головем, что ли, брать осаду? Но до сегодняшнего дня ни одного серьезного города не взяли. Ну, Херсон... И то. Так себе. А Полтава-то уже сколько? Уже почти две недели с начала операции ни одного города не взяли. Ни в одном городе не сменилась власть. Наоборот. Все, что происходит, только укрепляет власть в городах. Так какой оперативный план был? Мне не докладывали. Так что, по библейской легенде будут ходить кругами вокруг Ерехона и трубить в трубы? Пока там власть упадет? В этой связи у меня возникает очень серьезный вопрос. Ну, а где же вот эта вот ожесточенная поддержка России? Где же вот эта вся Новороссия и русский мир, который так и жаждет прихода российской армии? Почему? Если Украина так изнывает под гнетом неонацистов и бандеровцев, почему такое ожесточенное сопротивление со стороны всей страны? Почему так тяжело продвигаются российские войска? Почему они до сих пор ничего серьезного не могли взять? Вот это вопрос, на который у имперцев нет ответа. В их параллельной реальности они много месяцев обсуждали, что Украина быстро падет, что там марионеточное правительство, марионеточная армия, которые нашпигованы западным вооружением, но воевать не умеет и не хочет, боится мощи русского солдата. Что там население, которое только и ждет прихода российских освободителей и будет встречать их с хлебом с солью. Вместо этого мы видим настолько ожесточенное сопротивление всей страны, что даже по путинскому центральному телевидению ведущие пропагандисты обсуждают, почему же они за две недели никуда не продвинулись. Да вот потому и не продвинулись, что никто там, Путина и его оккупационную армию не хочет и не ждет. И последний на сегодня вопрос очень горький и тяжелый. Вы знаете, что российские власти катастрофически скрывают информацию о потерях российской армии в этой войне в Украине. Мы сейчас не будем называть цифры. Здесь опять начнется спор о фейках, кто кого обманывает и так далее. Но мы совершенно точно знаем, что у этой ситуации лично затронуты миллионы человек. На границе Украины была сосредоточена 150-тысячная группировка российских войск. Это значит, что в сотнях тысяч семей сейчас ждут и задаются вопросом о том, где хоть какая-то информация о том, где находятся их сыновья и дочери. Где военнослужащие, у которых отобрали телефоны и они уже много недель не выходят на связь с родными. Все ли с ними в порядке? Может быть, их убили, ранили, взяли в плен? Просто нет связи. Глухо, как в танке. Так вот, у меня простой вопрос. Почему все эти люди, многие из которых даже говорят, да, у нас там родственники воюют, мы не знаем, что с ними, но мы все равно поддерживаем Путин? Почему же они лезут узнавать информацию в систему, которая создана украинским МВД и называется «Ищу своих»? Миллионы россиян полезли в украинскую систему «Ищу своих» в качестве такого шага последней надежды, чтобы хоть попытаться узнать, а что с их родными, у которых, как у скота последнего, отобрали телефоны и с ними много недель или даже месяцев нет связи? Почему такое скотское отношение к своим, вот этим самым русским, которых мы якобы вызвали защищать? Почему украинцы помогают миллионам российских семей узнать хоть что-то о судьбе их родных, которые находятся либо в Украине воюя, либо были сосредоточены в военных частях у ее границ? В систему, созданную украинским МВД, лезут россияне, чтобы узнать хоть что-то о своих близких военнослужащих, с которыми нет связи. А наше министерство обороны делает морду тяпкой и говорит, что нет у нас там никаких потерь, ничего не знаем, вот у нас горячая линия, ждите ответа, где никто вам не расскажет никакой правды. Что за скотское отношение к русским, к своим собственным гражданам, которые не имеют возможности узнать элементарную информацию, что с их родными и близкими. Когда были, вот вы любите вспоминать войны там в Ираке, Афганистане или Ливии, когда были эти войны, американские, натовские военнослужащие имели возможность звонить своим родным каждый день и даже каждый час. А сейчас с нами всеми ведут себя как с последним скотом. Нас полностью отрезали от информации, люди не знают, что с их родными и близкими и лезут узнавать это в систему, созданную украинским правительством. Невероятное позорище. Это были только несколько неприятных вопросов, которые вам стоит прямо сейчас задать тем самым имперцам и ватникам, с которыми вы спорите по поводу войны с Украиной. Мы продолжим этот цикл, продолжим вам давать полезные советы о том, как вести такие споры, но обязательно идите разговаривать с людьми. Переубеждайте тех, кто хоть чуть-чуть сомневается в том, что Путин творит в отношении Украины. Если у вас идут какие-то семейные споры, у вас всегда должны быть очень четкие аргументы против тех членов вашей семьи или коллектива, которые проводят вот эту гнусную, лживую путинскую пропагандистскую линию. Задавайте им эти вопросы, мы обязательно продолжим этот цикл и будем вооружать вас все новыми аргументами. И важный момент, сейчас из-за санкций, которые вводят против российских банков, российской финансовой инфраструктуры, резко уменьшились возможности для спонсирования нашего канала, но нам надо продолжать выходить в эфир, это стоит денег, и чтобы мы могли и дальше для вас выпускать эти видео, у меня две просьбы. Просьба первая, все, кто смотрит нас из-за рубежа, пожалуйста, спонсируйте наш канал, вы можете делать это без ограничений, это касается только тех, кто находится в России, а вот из-за рубежа можно спонсировать канал без проблем, мы очень вам будем за это признательны. И вторая опция, пройдите по ссылке в описании к этому видео, и вы узнаете другие возможные варианты, возможно, какие-то из них будут вам удобны, но нам нужна ваша помощь, нам действительно нужно продолжать выходить в эфир, это все не бесплатно, и мы очень признательны всем, кто спонсирует наш канал, потому что мы остаемся одним из рупоров правды, в то время, когда везде тяжелой поступью наступает путинская цензура. Это Владимир Милов, обязательно подписывайтесь на мой канал в Телеграме, потому что сейчас могут отрубить все, и это одна из возможностей, как вы сможете узнавать все последние новости, и мы с вами увидимся через несколько дней. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok